приветик друзья сегодня я хочу снять такое коротенькое видео и оно будет посвящено нашим любимым IT-специалистам и фрилансерам мы уже неоднократно на нашем канале рассказывали о возможности работы в Польше через бизнес-инкубатор но далеко не все начинающие бизнесмены и фрилансеры знают что это такое и как это работает очень многих странах сейчас есть возможность для переезда удаленных сотрудников когда например у вас есть работодатель на территории Российской Федерации или любой другой страны и при этом вы можете работать в одной из европейских стран абсолютно законно работать можете из дома или арендовать офис как вам будет удобно но сейчас я хочу рассказать именно о возможностях работать в Польше по такому принципу и как это иммиграционная программа и возможность отличается от других стран если мы рассматриваем такие страны как Италия Испания Греция Франция Эстония в этих странах тоже есть аналогичные программы где вы можете открыть на себя индивидуально стать индивидуальным предпринимателем и на этом основании получить въездную визу типа Д и в последующем получить вид на жительство и по истечении нескольких лет получить постоянный вид на жительство во всех этих программах предусмотрено наличие денежных средств на вашем банковском счету в большинстве случаев этот счет должен быть открыт в зарубежном банке то есть вы должны будете доказать органам государственной власти что у вас есть денежные средства на ведение и открытие вашего собственного бизнеса и в вашей компании даже если вы являетесь просто фрилансером или эти специалистом и будете заниматься вашей деятельностью индивидуально вы будете приравнены уже как к малому бизнесу да то есть это ваш собственный бизнес когда вы в индивидуальном порядке оказываете услуги этим странам также хочу отнести Германию то есть в Германии тоже существует такая программа но в Германии также вам потребуется доказательство вашего дохода на ведение собственного бизнеса помимо финансовой составляющей вам также потребуется доказательная база вашего опыта работы вашего образования и в некоторых случаях даже имеющиеся договора с контрагентами договора с клиентами и предшествующий опыт работы любая доказательная база может быть вы работали по этой же специальности у работодателя в этом случае работодатель должен написать будет рекомендательное письмо или письмо которое будет подтверждать именно стаж и опыт вашей работы возвращаясь к самому главному если вы хотите попробовать себя в качестве индивидуального предпринимателя с помощью бизнес инкубаторов больше всего этого вам не потребуется здесь вам не потребуется доказывать наличие собственных денежных средств на ведение бизнеса вам не потребуется собирать большое количество документов которые будут подтверждать о благонадежность вашего проекта единственное здесь что потребуется да то есть но ваша деятельность которую вы будете вести на территории польши она должна быть без рисков поскольку бизнес инкубатор будет выступать вашим гарантом то есть он будет приглашать вас к себе в компанию для последующего трудоустройства то есть вы будете работать в крупной компании которая уже долгое время находится на польском рынке и эта компания будет скажем так брать вас к себе под крылышко да то есть вы будете работать под ее предводительством тем самым вы будете освобождены от большого количества сбора документов у вас есть возможность оформить рабочую визу в кратчайшие сроки с минимальным пакетом документов и уже на территории польши с помощью консультантов бизнес инкубатора вы сможете начать свою деятельность а также я хочу заметить что это форма легализации подходит не только эти специалистам и фрилансерам которые работают с помощью компьютера в сети интернет такая форма может подойти и наземному бизнесу то есть если вы занимаетесь какой-то бьюти сферой либо вы фотограф дизайнер да сюда могут подойти очень многие специальности а что касается налогообложения польша также является одной из стран где с минимальными с минимальным налогообложением также есть два варианта легализации вы можете получить вид на жительство на основании осуществления деятельности на территории польши или можете оформлять себе полугодовую а также годовую визу с помощью которой вы сможете находиться на территории польши и соответственно на территории евросоюза но при этом здесь уже не более там 30 30 дней в полугодии если в других странах при этом 365 году вы сможете находиться на территории польши есть два варианта значит внж и виза что касается внж здесь налогообложение будет чуть выше если вы будете довольствовать исключительно рабочей визой то в этом случае есть возможность минимизирования ваших налогов вот в этом случае налог будет составлять всего 9 процентов то есть это просто минимум который только возможен поэтому все кто интересуется открытием собственного бизнеса на территории европы или возможно развитием бизнеса того который уже есть в ваших странах снг или вам просто интересно легализация территории в евро европы пожалуйста оставляйте заявки на сайте который будет указано на этом экране также пишите ваши комментарии под этим видео ставьте лайки и мы обязательно с вами свяжемся и проконсультируем эти темы которые вам интересны ну а я очень благодарна за просмотр этого видео всем пока до скорых встреч а